Добрый день! Меня зовут Тушканов Николай Владимирович. Я думаю, что мы начнем, наверное. Это второй вебинар, посвященный программе План 3D. В данном случае мы будем более подробно рассматривать такой модуль, как оборудование. Программа предназначена для построения полной модели предприятия, которое у нас проектируется. Соответственно, у нас есть модуль строительной части, в прошлый раз мы его рассматривали. Есть модуль оборудования и есть модуль трубопроводов, из-за которого вся эта программа и заводилась. Что можно сказать об оборудовании? Программа предназначена для того, чтобы показать модель оборудования в той геометрии, в которой оно должно быть представлено в проекте. То есть мы моделируем оборудование, которое у нас предполагается, не включая его внутреннюю часть, только наружную и упрощенно показывая его геометрию, которую оно занимает. В некоторых случаях оборудование можно вообще заменить на ящик со штуцерами, которые выходят из этого оборудования. Но это может относиться, например, к такому типу оборудования, как насосы-дозаторы, которые стоят на раме. Их там может быть несколько штук. Они имеют выход из этой рамы пара штуцеров на вход, на выход. А внутренняя часть состоит из достаточно сложного переплетения механизмов и трубопроводов. Вот вместо всего этого сложного переплетения можно изобразить геометрический объем, который этот насос занимает и показать места вхождения штуцеров в этот аппарат. В этом случае главным является именно привязка штуцеров, их размещение и соответствие их той поверхности, которую они имеют для соединения с трубопроводом. Как у нас может быть отображено оборудование? Ну, мы имеем дело с платформой Автокад, соответственно, мы можем оборудование нарисовать средствами Автокада. Так как у нас специализированная программа, эта программа может изобразить оборудование своими средствами, и показать, что оно как бы из себя представляет. И, наконец, мы можем импортировать это оборудование из специализированных программ, в частности, из программы Инвентар. Для того, чтобы работать с оборудованием, предназначена отдельная вкладка на полосе «Главная». Вот мы ее открыли, она называется «Оборудование». И здесь мы видим несколько пунктов. Значит, пункт «Создать». Этот пункт имеет отношение к программе «Плант 3D». То есть, есть библиотека оборудования, которая позволяет создавать его из элементов, либо из каталогов, которые были в самом планте. Есть пункт «Изменить оборудование». То есть, мы создали какое-то оборудование с описанием, с геометрией, со всем прочим. Соответственно, мы можем войти в это оборудование и произвести изменения. Допустим, изменились размеры или изменилось какое-то местоположение элементов, либо что-то добавить, либо что-то отнять. Далее. Здесь можно, например, преобразовать в оборудование. То есть, нарисованное средствами авторитета, автокада элемент может быть преобразован в элемент оборудования «Плант 3D». Разница, впрочем, заключается в следующем. Если элемент оборудования или само оборудование нарисовано средствами автокада, то это просто примитив, который используется в автокаде, занимает какой-то объем и, соответственно, выступает в качестве занимающего пространства элемента. Если мы преобразуем его в элемент оборудования, то он получает, соответственно, номер, описание, логические названия, логические присоединения штуцеров и так далее и тому подобное. То есть, это уже не просто примитив, а элемент, который имеет логическое описание. Далее у нас имеется «Добавить оборудование». То есть, мы можем, нарисовав какое-то оборудование средствами «Плант 3D», но средства «Плант 3D» несколько ограничены и какие-то элементы, допустим, мы нарисовали бак, а нам нужно, чтобы этот бак имел опорные лапы или, допустим, опорную какую-то, какую-то опорную поверхность, и изобразить ее средствами «Плант 3D» не получается. Соответственно, мы можем использовать средства автокада, нарисовать эти элементы с помощью программы «Автокад» и сказать, что мы добавляем эти элементы к данному оборудованию. В данном случае, после того, как эта команда произведена, она прошла, данные элементы становятся частью оборудования. То есть, пометив их, мы получаем то же описание, какое получаем, нажимая на оборудование. Они становятся его частью. Соответственно, здесь можно как добавить, так и убрать добавленные объекты автокад от модели оборудования, там ввести какие-то изменения и прочее, и прочее, и прочее. И, наконец, последний пункт – это внесение элементов, сделанных в программе «Инвентар», в программу «Плант 3D». То есть, в «Инвентаре» преобразуется оборудование в программу «Элемент» с расширением «АДСК» и далее оно может быть импортировано уже как оборудование «Плант 3D». Здесь единственная сложность – это импорт в «Инвентаре» в данное расширение. Тут есть свои тонкости, которые для пользователей «Инвентара» должны быть известны и должны быть ими отработаны. Каким образом это делается? Давайте все это по порядку рассмотрим. Ну вот, создание модели оборудования. Нажали мы этот пункт. У нас открывается диалоговое окно, посвященное созданию оборудования. Значит, есть вот такой вот пункт. Сосуд, ну, как бы здесь вот он помечен, сосуд, вертикальная емкость. А на самом деле здесь достаточно большое количество элементов, которые можно здесь изобразить. Они входят в поставку «Плант 3D» и отсюда можно вытащить какие-то вот установленные оборудования. В частности, можно, например, вытащить насос. Вот насос центробежный, если мы захотим. Вот у нас появляется изображение насоса со всеми его размерами. Соответственно, мы отсюда можем все эти размеры спокойно поменять. И в результате у нас получится аппарат. То есть вот здесь у нас идентификатор насоса. Ну вот, допустим, мы его там вот так вот назовем. Назначить. Назначили. Полное описание. Назовем его «Насос». И посмотрим, что у нас с его вот этими вот данными. Ну вот SL, допустим, 2500. Ну давайте сделаем 2000. СБ, ну, 1000. Вот. СН, ну, допустим, 100 мм. Вот таким образом мы можем поменять все вот эти вот величины. И вот здесь свойства. Это относится к штуцерам. То есть мы можем эти штуцера каким-то образом править, каким-то образом вносить. И говорим «Создать». Вот у нас произошло создание этого элемента. и мы можем посмотреть на него. Вот у нас получился насос вот такого вот вида, как бы, который мы хотели. Далее. Можно опять-таки вот это же оборудование создать. допустим, колонны по вертикали. Так. Вот у нас колонна создается из элементов. То есть мы можем создавать колонну с помощью элементов, которые в нее входят. Ну, допустим, мы можем сказать, что у нас здесь есть ну, вот идентификатор номер допустим, вот так. Тип колонны назначить. Так. И вот здесь мы можем добавить. вот здесь, видите, есть элементы, которые мы можем добавить в данную колонну. Если мы ее вот у нас тросферическое днище, переходная призма, дальше идет куб, еще одна переходная призма, конус и тросферическое днище. Да? Создать. Вот у нас создалась данная как бы колонна, как мы ее себе представляли и как мы ее себе хотели видеть. В данном случае мы собрали элемент оборудования из элементов, которые у нас имеют место быть. значит то же самое можно создать например для вертикальной емкости. Ну вот например вот видите тут то же самое цилиндры, конусы, кубы и так далее и тому подобное. Вот. Здесь есть один минус, который достаточно отрицательно на это влияет. Вот мы создали это оборудование. Вот так допустим. Вот оно у нас создалось. Вот. Такие емкости достаточно часто бывают имеют какие-то опоры. Да? Значит при просмотре вот этих перечней оборудования с созданием. Да? Вот здесь добавить если мы посмотрим. У нас здесь не предусмотрено ни каких бы то ни было лапок, никаких бы то ни было опор. Значит когда я пытался все это изобразить в жизни у меня получилось я вздумал сделать аппарат опирающийся на коническую юбку на опору не вставляется такая юбка то есть ее предполагается нарисовать средствами автокада и добавить к данному элементу. Значит каким образом это можно сделать? Опять-таки мы можем войти сюда выбрать какой-то элемент ну допустим вот конус выбираем выбираем точку привязки и получается у нас вот такой вот элемент элемент ну вот мы его сейчас изобразили вниз да но он у нас не принадлежит к оборудованию значит для того чтобы он стал принадлежать к оборудованию мы берем добавить выберите объекты то есть вот она выбрала объект выбрала второй нажав и вот у нас уже это не два разных объекта один при этом у нас конус стал частью оборудования если мы на него нажмем и скажем изменить оборудование да он у нас выведет описание изменения оборудования но без данного конуса то есть к оборудованию она воспринимает только это а для того чтобы этот конус изменить мы должны опять-таки войти сюда сказать что мы да отсоединяем объекты вот у нас этот конус обратно отсоединился от оборудования и мы его можем теперь спокойно удалить нарисовать новый то есть вот такие вот манипуляции у нас позволяет программа проводить добавлять элементы автокад и убирать их при этом соответственно все это может изменяться все это может как-то манипулироваться касательно штуцеров значит если мы посмотрим на вот этот аппарат то вот здесь мы можем увидеть свойства в свойствах у нас записан штуцер размер 100 миллиметров класс по давлению 300 либров и так далее и тому подобное то есть все полное описание стандартного штуцера который у нас может быть можно добавить свое описание вот и поменять штуцер так как нам заблагорассудится вот здесь соответственно у него продолжение трассировки трубы а вот если мы нажмем на эту на эту вот у нас появился еще один штуцер добавленный для к этому аппарату вот мы его можем добавить поменять каким-то образом его расположение допустим а вот мы сделаем 90 градусов закрыть да вот у нас добавился штуцер к этой к этому аппарату вот значит какая здесь есть ну чтобы отредактировать этот штуцер соответственно мы можем войти с контролом щелчок и вот по нему и он редактируется да то есть для того чтобы отредактировать штуцер нужно прижать клавишу control щелкнуть по нему и после этого указать на элемент редактирования штуцера вот он этот элемент такая белая трубочка и выпадает диалоговое окно позволяющее отредактировать штуцер это касательно аппаратов которые изображаются средствами plant 3d если мы изображаем аппарат средствами автокад ну вот допустим мы берем вот такой вот цилиндр рисуем его и устанавливаем на рабочую площадку допустим туда куда нам нужно вот смотрим его свойства у нас свойства данного элемента чисто автокад и никакого отношения к plant 3d не имеют то есть здесь слой цвет теплинии и так далее положение если мы войдем на вкладку главное так оборудование и скажем что мы этот элемент превращаем в сосуд выбрать да просит указать базовую точку вставки ну вот мы указываем центр да и она просит ввести описание то есть мы вводим в него описание номер аппарата вводим в него описание что это сосуд и говорим применить после этого нажимаем уже свойства смотрим у нас появилось появился пункт не просто свойства а изменить оборудование и так далее и тому подобное то есть мы можем уже нажать данные свойства и она покажет нам что это оборудование с таким-то описанием с такими-то элементами вот такие вот вещи да пусть вполне допустимы вопрос возникает а можно ли добавить к этому оборудованию штуцер если мы его пометим то соответственно мы видим значок который показывает что штуцер добавить можно это вот это вот геометрическое изображение штуцера с плюсиком нажав на него мы получаем значение размещения штуцера направление его и его как бы ну допустим вот 200 миллиметров давление тип и тип присоединения фланцевой фланцевой закрыть вроде бы ничего не добавилось но если мы пометим это оборудование мы видим значок штуцера который появился в том месте которое мы указали соответственно здесь есть нюанс который говорит о том что программа по разному подходит к элементам которые с помощью которых сделано оборудование в частности если программа сделан элемент средствами план 3d то добавляемые к нему штуцера представляют из себя штуцер геометрический штуцер который ставится на определенное место если оборудование сделано средствами автокад и преобразовано в план 3d то соответственно у нас добавляется так называемый виртуальный штуцер который просто показывает его положение как данная данную ситуацию разрешить сделав штуцер ну достаточно просто то есть мы можем вот это да вот мы можем вот этот штуцер убрать так так просмотр ждать вот и изобразить его как примитив опять-таки как примитив автокады то есть допустим сделать цилиндр ну такой не очень большой цилиндр да и сделать у него второй сделать на него второй цилиндр вот он таким образом у нас появилось какое-то изображение штуцера а поставить сюда штуцер уже как бы вот мы вошли сюда сказали что это у нас вот средства уже средства что это у нас средства как бы штуцер и поставить сюда штуцер виртуальный на данную точку в этом случае у нас будет нормальный штуцер который изображен изображается на оборудование значит какие еще способы но из данных способов вот внесения из инвентора в данном случае мы можем взять любой элемент с расширением адска расположить сориентировать и указав что это все-таки насос вот он у нас установился соответственно мы вот если посмотрим рассмотрим этот элемент достаточно подробно то видно что в инвентаре он изображен с определенной степенью подробности тут масса деталей которые в общем то нам в данной программе особо и не нужны но с другой стороны если элемент представляет из себя оборудование представляет из себя достаточно сложный элемент который трудно будет изобразить в программе план 3d то его можно экспортировать из инвентора и как бы не возиться с его изображением в программе это зависит от того насколько быстро будет изображен элемент оборудование в среду в программе оборудования и вообще есть ли инвентар и будет ли он проектироваться средствами автоматизированного проектирования если он не проектируется таким образом то выхода нет надо его изображать в данной программе в принципе решить вопрос о том что удобнее изображать в план 3d или изображать в инвентаре ну тут достаточно сложный вопрос потому что это решается как правило на ходу и опытным путем кому то удобнее так кому то удобнее это вот значит описательная часть которая позволяет нам поставить оборудование что еще мы можем вытащить из программы о оборудовании которое мы здесь имеем имеем значит вот у нас вот у нас данном случае по наставлено куча оборудование если мы заглянем диспетчер данных посмотрим оборудование то у нас соответственно здесь присутствует все оборудование которое мы сюда занесли и его описание то есть типы соединения типы фланцев расположение этих фланцев геометрическая и все остальное значит если это посмотреть с номерами толщины фланцев так далее то есть в принципе таблицу таблицу расположение фланцев уже можно не рисовать можно вытащить ее отсюда в данном случае вот этот диспетчер данных позволяет нам взять и экспортировать данный элемент вот в в программу программу excel и у нас слушай слушай здравствуйте прошу прощения прошу прощения экспортировать это в программу excel и в результате у нас получится как бы перечень оборудования копия вот этой таблицы из которой мы можем получить все что нам угодно то есть вот мы смотрим что у нас здесь есть вот он перечень оборудования включаем данную программу загружается в обычный excel не не какой-то сложный вот у нас пожалуйста перечень оборудования и полное перечисление его свойств вот значит вот это получается у нас так 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 значит вот поступил у нас вопрос вот господина александра не не александра что у нас касается насоса значит вот у нас насос но так если мы посмотрим его вот у нас размер здесь она не позволяет редактировать так а вот здесь пожалуйста вы можете отредактировать значит вопрос звучит примерно так можно ли указать высоту напорного фланца и диаметры на всасе и напори вот ну вот как видите здесь это все все таки возможно получается что у нас вроде бы как все это можно исправить не дает она нам исправлять нет не дает программа иногда к сожалению иногда к сожалению программа вот такие фланты фокусы производит не позволяя редактировать как бы данный аппарат ну теоретически можно это сделать допустим убрав этот убрав этот штуцер и заменив его на нет вот он отредактировался видите то есть можно его отредактировать поменять диаметр поменять характеристики штуцера и как бы изменить все это описание что касается размеров ну вот это мы то же самое то есть вот у нас изменены введены все размеры данного насоса в принципе можно все эти размеры поменять каким-то образом так как нам требуется программа это все позволяет вот значит что касается так мы остановились на получение отчетов программе excel вот значит как видите можно получать отчет об оборудовании об его штуцерах и прочее ну если это он речь идет о баке там с двумя с тремя штуцер четырьмя штуцерами наверное это не очень важно а если речь идет о реакторе в котором где-то 150-200 штуцеров наверное это будет достаточно полезно то есть если вы сделаете занесение полного описания данного аппарата и полное описание штуцеров получить с него готовую таблицу уже наверное хорошо при этом следует учитывать что если вы работаете с 3d то изначальным как бы изначальным пунктом которые вносятся все изменения и вносится вся информация является трехмерная модель если вы в эту модель вносите какие-то данные вы из нее получаете соответственно и все остальные документы то есть и чертежи и спецификации и описание и все остальное в результате у вас есть единый источник из которого вы получаете все данные это достаточно удобно и достаточно как бы приводит к тому что исключаются ошибки при занесении информации в ту или иную часть проектных данных в данном случае вот мы имеем дело с получением спецификаций на оборудование вот значит что еще можно сказать ну вот касательно установки допустим вот таких вот сложных элементов допустим допустим не так вот не встало ничего вот не встало ничего ну вот не хочет она вставать видно прошла какая-то ошибка и хотя нету вот они встали вот здесь просто местоположение было рассчитано в программе инвентар это сказано это связано с тем что при позиционировании оборудования в инвентаре допустим вы располагали оборудование там где оно располагается на проекте да если вы его ставите сюда то соответственно оно вставляется вот таким вот образом после этого его можно спокойно взять за любую часть ввести точку и переместить оборудование туда куда вам требуется вот то есть элементы оборудования которые перенесены из инвентара сделаны в программе план 3d или сделаны в автокаде и преобразованы в программу план 3d позволяют брать его за любой элемент который позволяет привязаться к нему средствами автокада и перенести кроме того здесь возможны любые дополнительные построения которые позволяют к той или иной точке опять таки привязаться средствами автокада и опять таки перевести аппарат так как вам нужно это достаточно удобно достаточно как бы практично для того чтобы пользоваться средствами средствами оборудования вот ну вот в общем то это наверное так вот пользователь владислав спрашивает а как можно перемещать оборудование в пространстве с точными привязками в здании при разработке модели расположения оборудования очень хороший вопрос ну вот допустим вот мы с вами имеем здание которое у нас каким-то образом построена да и имеем насос который допустим нам нужно поставить ну вот на второй этаж допустим вот в эту вот в эту клетку да чуть-чуть вот так нагнемся да сделаем дополнительное построение отсюда 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 таким образом вот у нас как бы определился центр этого элемента да вот здесь мы можем взять и поменять вид с реалистичного на каркас и сделать еще одно дополнительное построение с точки одной в точку другую да теперь мы берем этот насос привязываемся и говорим что у нас базовая точка посредине вот этого посредине его фундамента и перемещаемся на середину вот мы поставили насос в середину клетки в здании таким образом как нам было надо да таким образом можно манипулировать любым элементом план 3d в как бы пространстве в здании в сооружении и так далее это достаточно удобно это достаточно практично значит изменение вида вот у нас сейчас был каркас вот у нас стал концептуальный вид переход из одного в другой не влияет на размеры скрыть плоскость так ну давайте по порядку значит вот пользователь александр вопрос как поменять средства штуцера да вот у нас его параметры вот у нас его изменение его расположение и вот здесь видите вот то самое что вы спрашивали я могу взять и изменить вот здесь этот параметр то есть у меня параметр высоты меняется да совершенно спокойно совершенно без каких бы то ни было трудностей значит относительно вопрос от пользователей евгений можно ли скрывать плоскость этажей ненужных оставляя только один рабочий здесь несколько путей которые для вас могут быть доступны во-первых мы можем сделать это средствами автокада включив соответствующую команду и отрезав не нужные нам этажи второе мы ведь можем работать со строительной частью не рисуя целиком все сто этажей и там 10 этажей сколько угодно в одном файле мы можем расположить каждый этаж в отдельном файле и потом расположить их с помощью ссылок расположить их единое целое наконец можно строительную часть располагать на разных слоях вот вот допустим у меня вот этот баг встает вот у меня тут коллинг коллинг да ну вот допустим я делаю слой бим 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 1 и слой бим 2 да вот вот такую вот значит сделали штуковину и теперь вот этот слой вот эту вот на бим 1 а вот эту например на слой бим 2 так ну а вот эту мы хотели на бим 1 бим 1 да и бим 2 возьмем и заморозим вот таким образом тоже можно отключать как бы слои один от другого от пользователя ладислав возможно ли наложение зависимости например в автодесском венте взаимного расположения объектов я не очень понимаю к сожалению я не очень хорошо знаком с программной инвентар вот ну я думаю что здесь можно это возможно потому что корень 1 автодеск и вряд ли автодеск сделав в одной программе так в другой программе сделает вот то есть располагать объекты можно относительно относительно определенной точки и как они будут располагаться это уже ваш произвол как вы это себе понимаете как вы это понимаете ответил на ваш вопрос или хорошо вот ну что еще вопросы ну евгений в принципе вы можете переложить на этот слой все все что вам нужно то есть и колонны и как бы горизонтальные крепления и стены и все прочее это не проблема то есть вы ваш произвол как вы будете делить строительные элементы вы можете вы можете их поделить на горизонтальные вертикальные и класть каждый этаж на отдельный слой соответственно если вы выключаете этот слой у вас этот этаж уходит остается только тот который вам нужен как вы это сделаете положите все в один слой положите все в разные слои это уже ваш произвол потому что кому-то удобно например отключать целый этаж кому-то может быть удобно отключать поэлементно то есть отключить допустим вертикальные колонны первого этажа оставить вертикальные колонны второго этажа и так далее так что значит вставка оборудования Владислав да что можно как сделать внешнюю ссылку ну давайте посмотрим вот у нас допустим есть модель Equip вот мы ее откроем вот она у нас да и у нас есть так вот у нас есть вставка ссылка да и мы говорим присоединить в результате мы входим ну вот допустим мы подключаем сюда вот эту подключение здесь мы можем отредактировать масштаб указать точку вставки указать задание пути и так далее и вставить сюда и вот у нас вставилась вставилась одна модель вставилась другую модель то есть мы получили не просто как бы не просто как бы единую модель а ссылку на в одной модели на другую то есть теперь мы можем отталкиваться от вот этой модели делать здесь какие-то комбинации вставлять каким-то образом элементы относительно ее но изменить мы ее не можем потому что мы на нее здесь ссылаемся для того чтобы нам ее менять нам нужно входить вот сюда делать запись так возвращаться вот в эту модель здесь делать как бы на нее ее обновлять таким образом у нас ну вот если мы сейчас запишем закроем и откроем снова то вот она у нас будет уже соответствовать той модели в которой мы работали вот таким вот образом мы можем вставить один одну как бы модель другую если мы это делаем не с одной моделью а с энным количеством практически неограниченным средствами автокада то мы можем получить достаточно управляемую модель которая у нас имеется вот если мы здесь посмотрим то вы видите что у нас здесь слои есть слои родные для данной модели и слои которые принадлежат модели которую мы вставили соответственно мы можем управлять слоями и во вставленной модели и в модели которую мы вставляем это зависит от того какую комбинацию как каким образом вы начнете проектирование своего предприятия вы можете вносить все элементы в одну модель вы можете вносить для каждой модели делать свою для каждого элемента делать свою модель это уже как вы придумаете как вы решите как вам будет удобно потому что мне например кажется что удобнее когда для каждого элемента своя модель в этом случае получаете большую гибкость то есть вы захотели вставить элемент вы его вставили захотели его переместить переместили захотели отключить взяли отключили у вас голова не болит вот вот таким вот образом это срабатывает значит еще раз это у нас вставка ссылка присоединить и в результате вы присоединяете модель который вы которую вы хотите вставить в свою свою область таким образом можно совмещать например модели строительной части с оборудованием модели строительной части оборудования совмещать с трубопроводами и так далее то есть ссылки это достаточно гибкий и удобный элемент которым очень удобно и хорошо пользоваться ответил я на ваш вопрос отлично еще вопросы отлично еще вопросы нет считать программа не может она может только вот поступил вопрос от евгения может ли план 3d считать гидравлику в зависимости от жидкости то есть рассчитывать трубопровод для установки дополнительных опор или крепежей нет к сожалению это невозможно программа не расчетная программа предназначена только для компоновки и для получения как бы спецификаций и результатов но у программы есть если говорить о трубопроводах теоретически можно передать трубопровод который здесь разложен здесь прочерчен в старт и посчитать там потом соответственно каким-то образом вернуть это уже зависит от того как вы будете работать с расчетчиками каким образом вот таким таким образом значит если здесь хорошо еще вопросы будут или мы можем заканчивать хорошо спасибо господа тогда мы заканчиваем всем спасибо за внимание за хорошие дополнительные дополнительные вопросы всего доброго до следующей встречи